Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Часть школьников региона в ближайшее время может перейти на дистанционное обучение. Кто и в каком случае будет грызть гранит науки заочно. Тепленькая пошла. 90% квартир Самары и почти все учебные и лечебные учреждения города с горячими батареями. Заливают фундамент и готовят пилоны с гравировкой. В Самаре возводят Стеллу город трудовой доблести, когда завершат работы. Чтобы исключить коммерческий сговор и защитить права заемщиков, ФАС готовит проект, который позволит тем, кто берет кредит, страховать покупку в любой компании. Будут ли исключения? За сутки в Самарской области зафиксировали 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом с начала пандемии в регионе 104 037 человек. В то же время темпы вакцинации в некоторых муниципалитетах области существенно снизились. Какие решения в связи с этим приняли на областном оперштабе, расскажем в нашем сюжете. Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Об этом говорили на оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19. Чаще всего болеют работники сферы здравоохранения, образования, торговли, промышленных предприятий. Случаев ОРВИ на прошедшей неделе выявлено в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Более 5400 пациентов с коронавирусом и подозрением на него находятся в больницах. Почти 52% на кислородной поддержке. За прошедшую неделю введено дополнительно 731 место. На этой неделе планируется добавить 710 мест в стационарах. На сегодняшний день первые компоненты вакцины получили более 1 миллиона 120 тысяч жителей. Из них более 1 миллиона 60 тысяч завершили вакцинацию. Особое внимание тем муниципалитетам, где привито менее половины от необходимого количества. В торговых центрах фиксируется большое число нарушений масочного режима. Работодателям поручено увеличить число сотрудников, осуществляющих контроль. Не исключено, что будут дежурить и представители правоохранительных органов. Дополнительные ограничения могут быть введены в ресторанах и точках общепита. Часть школьников могут перейти на дистанционное обучение. Каждое муниципальное образование решит этот вопрос с учетом эпидемиологической ситуации на своей территории. В течение двух дней муниципалитеты должны уведомить региональный штаб о принятом решении. Неделя дается на его отработку. Мы сегодня ряд решений планируем отдать на анализ местных органов власти, местным штабам. Потому что ситуации очень разные. У нас в разы отличается уровень заболеваемости в муниципалитетах. В разы. На одном полюсе у нас отрадный и Богатовский район, на другом Шигонский и Безенчукский. И, конечно же, нужно дифференцированное решение принимать, а не в целом по области. Всем работодателям рекомендована часть сотрудников перевести на дистант. Это поможет снизить риск заболеваемости в трудовых коллективах, а также разгрузить общественный транспорт, что тоже будет способствовать снижению инфицирования. Виктория Шарая, События. В России сейчас проводятся две прививочные кампании не только от коронавируса, но и от гриппа. Уже 163 962 жители Самарской области получили сезонную прививку. В поликлинике поступила вакцина Ультрикс-Квадри. Она предназначена для детей, начиная с полугода. Как проходит вакцинация школьников, узнала Гульфия Сафина. В первую очередь от гриппа прививают медиков, работников транспортной и коммунальной сфер, беременных женщин и людей старше 60, а также школьников и студентов. Сегодня антивирус получили почти 164 тысячи самарцев, многие из которых дети. Врачи подчеркивают, важно успеть привить более 60% населения до наступления пика заболеваемости. Конечно, лучше, чем профилактическая прививка от гриппа, не защитит ребенка никакое лечение. Поэтому ежегодно мы в начале учебного года собираем информированные согласия с родителями в школах и стараемся вакцинировать их в организованных коллективах. Мы заказали в этом году вакцины на 8,5 тысяч детей. Уже 50% доз мы получили, вакцинировано где-то около 1 трети. В этом году вакцинация детей проводится новым отечественным препаратом ультрисквадры, в составе которого два антигеновируса гриппа А и два вируса Б. Как и все его предшественники, препарат легко переносится. К тому же его можно вводить уже начиная с 6-месячного возраста. Многодетная мама Нина Новикова говорит, что не пропустила ни одной прививочной кампании. Эффект неоспоримый. Они у меня спокойно переносят, они плачут, у меня температуры ничего нет. Я считаю, что это нужно делать для поддержания иммунитета. Даже если ребенок, дай бог, конечно, болеет, чтобы он легче принес это заболевание. Вакцинация проводится как в поликлиниках, так и в медицинских кабинетах, школ и дошкольных учреждений. Гульфия Сафина, События. В Самаре продолжается подключение домов к теплоснабжению. Параллельно ведут регулировочные и распределительные работы на сетях. Ситуация на особом контроле городских властей. Районы администрации, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации отчитываются по вопросам подключения к теплоснабжению каждый день. Продолжит тему Ольга Хомракулова. В Самаре продолжают подавать тепло в жилые дома и объекты социальной сферы. Отапливаемых многоквартирных домов сейчас 92%. Завершается подключение к центральному отоплению всех 1197 образовательных и социально-культурных объектов. Здесь доля подключения к теплу составляет почти 98%. Такой же процент и отапливаемых объектов здравоохранения. Кроме того, батареи потеплели во всех круглосуточных медицинских стационарах. Об этом стало известно на общегородском совещании, который провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Планируется, что в оставшиеся объекты дошкольного и школьного образования, расположенные в советском и промышленном районах, тепло придет уже сегодня. Накануне велась работа по заполнению магистральных линий. Теперь теплоснабжающие организации переходят к запуску теплоносителя по внутриквартальным сетям. Кроме того, профильные службы трудятся над тем, чтобы тепло пришло еще в четыре учреждения здравоохранения и несколько вузов. Всего к отоплению подключено более 9,5 тысяч жилых домов. По подключению идем в графике, согласно которой расписан до 30 сентября. На сегодня мы в работу по планам берем для себя 400 многоквартирных домов, чтобы подключить. Начало отопительного сезона – это не только подача тепла в трубы. Нужно подготовить систему, провести продувку и регулировку отопления внутри дома. В частности, в Кировском районе Самары, который в числе лидеров по подаче тепла, подключили к отоплению свыше 98% многоквартирных домов. Сотрудники управляющих организаций приходят и проводят регулировку, то есть спускают воздух. Как правило, для этого не требуется попадание в квартиру. Все работы сотрудники управляющих компаний могут выполнить либо в подвальных помещениях, либо в чердачных. Ожидаем, что до конца текущей недели все 100% уже будут подключены к отоплению. Выявляются какие-либо замечания, какие-либо дефекты. Но управляющие организации работают над их устранением. Нами для этого организована горячая линия по теплу. Жители могут обратиться на эту горячую линию, оставить заявочку. Как правило, одной из основных проблем при подключении домов является банальная завоздушивание системы. Все работы находятся на непрерывном контроле. Отметим, что заседания оперативного штаба по пуску тепла проходят в ежедневном режиме. Глава города Елена Лапушкина взяла процесс подачи тепла под личный контроль, выезжая на объекты во все районы города. Особое внимание обращено на то, что до резкого понижения температуры основные работы должны быть выполнены. Исполнители несут персональную ответственность. В начале отопительного сезона своевременно нужно прогнать воздух со стояков, соответственно убрать воздушные пробки, отрегулировать запорную арматуру, в теплоузлах. Каждый день надо ходить, потому что воздуха очень много набирается за лето. Как собственники себе делают ремонты сами, меняют иногда батареи, все это завоздушивается. Поэтому ходим, ходим, пока полная стопроцентная подача тепла. Не осуществляется в каждую квартиру. Тепло удали несколько дней назад. Я считаю, что все нормально, у меня претензий нет. Напомним, в этом году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отопительный сезон начали в беспрецедентно ранние сроки, с 16 сентября, не дожидаясь понижения среднесуточных температур. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События. Вошли в активную фазу. В Самаре готовят основание для будущей стеллы – город трудовой доблести. Она появится на аллее трудовой славы. Это будет не просто обелиск, а масштабный архитектурный комплекс. Напомню, что статус города трудовой доблести в прошлом году получили 20 российских городов, и в этом еще 12, в том числе Сызрань. Во многих городах готовятся представить памятные объекты. Что происходит сегодня на Самарской стройплощадке, мы проверили перед эфиром и готовы поделиться подробностями. Словно Эфелева башня над Парижем, над домами безымянки и парком металлургов возвысится стелла – город трудовой доблести. Подобные памятные объекты возводят во всех городах, что удостоились высокого звания. Это дань уважения предкам, которые в годы Великой Отечественной войны на износ работали в тылу. Место установки стеллы выбрали не случайно. Это аллея трудовой славы. Именно она, по мнению многих жителей и ветеранов, олицетворяет собой тот вклад, который запасная столица внесла в Великую Победу. Ведь именно здесь, в Куйбышеве, на рабочей безымянке, куда в годы войны эвакуировали многие предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, ковалось оружие Победы. Пока на месте будущей стеллы памятный камень, а уже рядом развернулась стройка. За металлическим ограждением кипит работа. Готовят фундамент. Стелла будет масштабной. 26 метров в высоту. Это сравнимо с величиной девятиэтажного дома. Поэтому и основание должно быть надежным. Все работы под контролем руководства городского департамента градостроительства. Подрядчики выдерживают установленный график. На сегодняшний день никаких сложностей нет. В кратчайший период администрация города разработала проект данной стеллы. Прошли государственную экспертизу этого проекта. Сегодня подрядчиками закуплены все необходимые материалы. Субподрядчики, которые у нас задействованы на исполнение барельефов и тех пилонов, которые будут вокруг этой стеллы установлены, в активной фазе в мастерских выполняют эти работы. По проекту на аллее появится целый архитектурный комплекс, вертикальный обелиск из металла и стекла, а также 10 пилонов с гравировкой о памятных датах и основных событиях военного времени. Завершить все работы, включая благоустройство территории, планируют до 7 ноября. В Самарской губернской думе прошло первое заседание нового седьмого созыва. Почетное место в президиуме занял губернатор Дмитрий Азаров. Парламентарии распределили между собой профильные комитеты и выбрали председателя думы. Об этом расскажем в сюжете. Состав губернской думы обновился больше, чем наполовину. Депутаты успешно прошли избирательные кампании. Всех парламентариев теперь объединяет общая цель – повысить уровень и качество жизни в 63-м регионе. В первом заседании думы седьмого созыва принял участие Дмитрий Азаров. Губернатор поздравил депутатов с новым статусом и пожелал успешной и плодотворной работы. Если человек хочет, если человек пользуется доверием и поддержкой, неважно, какую политическую партию он представляет, он имеет все возможности в думу избраться. И я думаю, то обновление, которое в думе прошло, соответствует общественному запросу. Рассчитываю, что будет выстраиваться конструктивная совместная работа по достижении лидерских показателей развития региона. Дума приняла уже и первые важные решения. Путем тайного голосования председателем думы выбрали Геннадия Котельникова. Его многолетняя разносторонняя деятельность всегда служила на благо развития и процветания Самарской области. Одна из главных задач, моя как председательная дума, заключается в том, что выстраивать вот эту работу, чтобы она была совместной. Цель должна быть одна и у исполнительной власти, и у законодательной власти. А тем более все депутаты, это же избранники народа. То есть мы должны вот это вот поддержать, общий стремление людей к лучшей жизни. Я голосовал за Геннадия Петровича Котельникова. И я уверен, что он будет не просто депутатом, представителем одной партии, а председателем для всех избранных депутатов, для всех политических объединений. Как это было в предыдущих садах. Депутатский корпус пополнился бывшими министрами. Первым вице-спикером областного парламента стала Марина Антимонова. Ранее она занимала должность министра социально-демографической и семейной политики Самарской области. По словам парламентария, опыт в органах исполнительной власти поможет в дальнейшей работе с людьми и общественными организациями. Мы обсудим с председателем Геннадия Петровича Котельникова и определимся, какие приоритеты он передо мной поставит. Я готова принимать участие в любом направлении. Очень бы хотелось, чтобы депутатский корпус нового состава, седьмого созыва, как можно быстрее сплотился и начал работать конструктивно. Также были избраны еще три заместителя председателя Думы. Ими стали Александр Милеев, Александр Живайкин и Алексей Лескин. Парламентарии вошли в 11 профильных комитетов и избрали своих председателей. Так, Комитет Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике возглавил Виктор Кузнецов. Комитет Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Владимир Суботин. Комитет Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Екатерина Кузьмичева. Комитет Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Седухина. Комитет Думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Елена Крылова. Комитет Думы по местному самоуправлению Геннадий Говорков. Комитет Думы по образованию и науке Светлана Ильина. Комитет Думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов. Комитет Думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов. Комитет Думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Николай Лядин. Комитет Думы по регламенту, Дмитрий Холин. Гульфия Сафина, Мэри Елчан, Василий Колдашов. События. Впереди вас ждут новости экономики. Расскажет о них Виктория Шаре. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. ФАС готовит проект, который позволит тем, кто берет кредит, страховать покупку в любой страховой компании. Зачем понадобилась эта мера? Чтобы исключить сговор, когда одним из условий кредита является страхование у определенной компании. Условия, которые могут заемщика не устраивать. Но сначала о курсах валют. Курс доллара на 29 сентября – 72 рубля 50 копеек. Евро – 84 рубля 67 копеек. Нефть марки «Брент» торгуется на отметке 79 долларов 54 цента за баррель. Федеральная антимонопольная служба готовит проект постановления правительства, который позволит заемщикам приобретать полис у любой страховой компании, которая имеет положительные рейтинги в одном из четырех российских агентств. К страховщикам, не представленным в рейтинге, кредитные организации смогут применять свои требования по допуску, как это практикуется сейчас. Также клиенты получат право менять страховую компанию, если им будут предложены более привлекательные условия. При этом они сохранят условия кредитования. В ведомстве пояснили, что к ним поступает множество жалоб россиян на навязывание кредитными организациями полисов определенных страховых организаций. Документ планируется принять до конца апреля 2022 года. И новые правила вступят в силу через 10 дней после публикации. Счетная палата призвала Центробанк обратить пристальное внимание на ипотечный рынок. В ведомстве считают, что из-за роста ипотечного портфеля и подорожания недвижимости может возникнуть финансовый пузырь. Эксперты опасаются, что это нанесет серьезный удар по финансовому сектору и доходам населения. Ранее Центробанк повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Повышение коснулось кредитов с первоначальным взносом 15-20% и составляет 50-100% пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. В Центробанке позже отмечали, что новые меры по охлаждению ипотечного рынка пока не планируются. В сентябре в регуляторе заявили, что риски в ипотеке ниже, чем в потребительском кредитовании. Минсельхоз Российской Федерации договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. Министерство также обратится в Минпромторг для установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства продукции. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание о ситуации в отрасли птицеводства с участием крупнейших производителей, а также представителей Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК. Министр отметил, что в текущем году ряд факторов привел к снижению объемов производства птицеводческой продукции. Среди них проблемы с импортом в Россию инкубационного яйца в начале года. Вместе с тем, как указывает Минсельхоз, в марте ведомство выработало комплекс мер, позволивших оказать бизнесу поддержку. Во-первых, были приняты решения для сохранения обеспеченности отрасли кормами. В частности, введены таможенные пошлины на экспорт основных зерновых и масличных культур. Во-вторых, было введено субсидирование перевозки соевого широта из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные районы страны. Кроме того, была предусмотрена пролонгация до 12 лет льготных инвесткредитов для предприятий, пострадавших от птичьего гриппа. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В регионе стартовала ежегодная рассылка уведомлений для уплаты имущественных налогов. В этом году жителям Самарской области направят 1,6 млн уведомлений для уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество. Из них 560 тысяч уведомлений направлено в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков. Граждане, не подключенные к сервису личный кабинет, получат налоговые уведомления по почте с заказным письмом по адресу постоянной регистрации в течение сентября-октября. Срок уплаты налогов не позднее 1 декабря этого года. Найти решение, как восстановить знаменитый Самарский доходный дом. Объект культурного наследия, который был построен в конце 19 века, нуждается в ремонте. Проблему обсудили на приеме граждан депутата Госдумы Александра Хинштейна с участием городских властей. Объект культурного наследия – доходный дом Челышева на улице Красноармейской построен в 1899 году. Тогда здание было предназначено для сдачи квартир в наем. После революции в 1917 году дом национализировали и перепрофилировали в коммуналку. Сейчас 90% квартир в доме Челышева приватизированы, а само здание нуждается в ремонте. Как привести его в порядок, обсуждали на приеме граждан депутата Госдумы Александра Хинштейна с участием городских властей. Наш долг сделать так, чтобы и этот, и второй малый Челышевский дом на Фрунзе, который, по сути, его близнец Красноармейской, чтобы нам их сохранить для будущих поколений. Все органы власти уполномоченные, в том числе и управление госохрана объектов культурного наследия Самарской области, и муниципалитет, и район, и департамент управления имущества городского округа Самары, все, безусловно, заинтересованы в сохранении объекта, который представляет собой объект культурного наследия федерального значения. Для поиска решения депутат Александр Хинштейн и представители профильных ведомств запланировали совместный выезд на объект, чтобы организовать коллективную встречу с жильцами. Я заехала в этот дом 30 лет тому назад. И нельзя сказать, что он хороша с каждым годом. Все срастется, и диалог с муниципальными властями в том числе наладится. Напомним, 20 сентября дом Челышева взяли под охрану как объект культурного наследия. Историческую ценность представляет как само трехэтажное шестисекционное здание, так и декоративные элементы и художественная отделка. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Поборолись и укрепили межнациональные отношения. В Самаре прошел открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов по сеток анкарате». Около 200 участников из спортивных школ региона и соседних областей ПФО показали свое мастерство. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Межнациональный спортивный турнир «Союз народов по сеток анкарате» прошел в Самаре уже во второй раз. С каждым годом за победу борются все больше спортсменов. В этом году в соревновании приняли участие 170 школьников в возрасте от 6 до 14 лет. Из спортивных школ Самарского региона, соседних областей и республик Приволжского федерального округа. Именно это мероприятие, оно уникальное по своему роду, потому что в 2019 году это же мероприятие носило формат турнира Самарской области. Сейчас уже турнир Приволжского федерального округа. Огромное количество спортсменов. «Сеток» – это один из самых популярных стилей карате. Принцип этого вида боевых искусств основан на ведении боя сразу с несколькими противниками. Стойки низкие и широкие. Удары руками мощные и реверсивные, с включением в удар бедра. Поэтому судьи в первую очередь оценивают технику выполнения движений. Целью открытого кубка по «Сеток анкарате» «Союз народов» стало не только выявление талантливых спортсменов, но и укрепление отношений между представителями различных национальностей. «Они же люди разных национальностей. Это с самого детства друг друга будут знать, будут вместе расти. И это для меня важнее всего, честно. Да, важно само составляющее спортивное, конечно, но важнее всего это отношение, важнее всего понимание друг друга». Организаторами открытого кубка Приволжского федерального округа «Союз народов» «Сеток анкарате» стали администрация Самары, Самарская региональная общественная организация «Армянская община», Союз народов Самарской области и спортивный клуб «Карс». «Соревнования это воспитывает воля детей, духа боевой, настрой. Здесь формируется характер у детей. Поэтому очень важно, чтобы дети выступали на соревнованиях и показали боевой характер, боевой дух спортсменам». В следующем году организаторы хотят вывести межнациональный турнир «Союз народов» по «Сеток анкарате» на всероссийский уровень, чтобы выявить самых лучших каратистов страны для выступлений на международной арене. Мариел Чан, Никита Колосов, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в соцсетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok